Небеспечные для здоровья и жития электротехничные прилады реализовывались в гандлёвых объектах Гродиншины. Говорка про светло-диодные лямпы, бытовые подолжальники, мобильные телефоны из Китая и России. Об этом свечают специалисты Гродинской областной инспекции Держстандарту. Эксплуатация таких товаров могла пошкодить работе иншей техники и навод привести до пожара. Продукция, которую мы отбираем для испытаний, признается впоследствии некачественной, небезопасной. Если говорить более конкретно и что наиболее часто представляет какую-то опасность для потребителя, можно упомянуть, к примеру, светодиодное оборудование, те же наши энергосберегающие лампочки. К ним можно отнести и мобильные телефоны, которые по тем же создаваемым электромагнитным помехам зачастую тоже не проходят испытания. Телефоны это в основном китайского производства, ну, реже, допустим, российского. Как подломашили у Держстандарте, прилады про эксплуатацию могли отмолно уплывать на работу бытовой и медицинской техники. Повышенный узровень электромагнитных перешкод, что утворяют неякосные светлодиодные лямпы и телефоны, до приклада, мог спровоковать скажение ЭКГа або выника ультрагуковой диагностики. Также к очень часто выявляемым нарушениям в части безопасности можно отнести нарушения в удлинителях, в обычных простых бытовых удлинителях, касаемо их номинального тока. И, соответственно, длины кабеля и его сечения. Прибор, который подключается к этому удлинителю, может вызвать нагрузку чрезмерную, вследствие чего данный удлинитель может загореться. По выниках Испытау вынесена заборона на увоз и дальнейшую реализацию небеспечных товаров. Покупники, мое справа, вернусь товар по месту его набыття. На сайте госстандарта в свободном доступе есть реестр опасной продукции, запрещенной к возу и обращению на территорию Республики Беларусь, куда любой потребитель может в режиме онлайн зайти и просмотреть, уточнить, есть ли данная продукция, которая его интересует в этом реестре. Продолжение следует...